Добрый день! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина. И вот о чем расскажем. За срыв дачного сезона ответят. Не обеспечен сток воды, спрягающий территорию в специально аккумулирующую емкость. Прокуратура нашла предполагаемых виновных в подтоплении дачных участков в Осташково. Расскажем подробности. За неправильную парковку придется раскошелиться. Штрафы для самокатчиков могут увеличить в 10 раз. Причина, чтобы пособачиться. Вот сразу открываешь дверь и лежит эта псина. Подъезд одной из омских многоэтажек облюбовали бездомные псы. Может куснуть, если ненароком наступишь ему на лапу. Кто впустил, а главное, кто выгонит животных из дома. И меняет не только город, но и омичей. Эти картины вдохновляют людей. Люди стали больше улыбаться. Художники со всего мира создают в Омске музей под открытым небом, что рисуют мастера кисти и чем вдохновляются. Откачать воду, которая топит дачи в Осташково, должны в ближайшее время. Это стало известно сегодня на межведомственном совещании с руководителями Минприроды, Минэнерго, Природоохранной прокуратуры, Администрации города и ТЭЦ-5 ТГК-11. Также стали известны итоги проверки Природоохранной прокуратуры. По данным ведомства, одна из основных причин подтопления дач – нарушение при эксплуатации золоотвала ТЭЦ-5. Напомню, больше двух месяцев затопленными остаются приусадебные участки сразу в нескольких СНТ. 12 канал рассказывал об этом. Дорога превратилась в болото. Вода стоит в теплицах, сараях, кое-где даже добралась до домов. Внезапный паводок, по словам садоводов, ведет себя непредсказуемо. Не так давно уровень воды снова поднялся. Рядом с дачами находится золоотвал. По мнению прокуратуры, компания не выполнила работы, чтобы не допустить повышения уровня грунтовых вод на прилегающих территориях. В частности, не обеспечен сток воды с прилегающей территории в специально аккумулирующую емкость. Также в ТЭЦ-5 не осуществлена откачка воды из этой емкости. Здесь мы считаем, что своевременная откачка воды из этих специально предусмотренных емкостей, она, конечно, ситуацию бы значительно улучшила. И к такой уже неплохо приятной ситуации не повлекло бы. Усугубили ситуацию и ливни. Что касается ТЭЦ-5, как рассказали в прокуратуре, сегодня уже направили представление руководителю. Довольно, что после того, как эти самые каналы и емкость откачают, вода с участков должна уйти. Далее компания совместно со специалистами Министерства энергетики обследует территорию, проверит инженерные коммуникации на повреждения, как сделать так, чтобы подтопления больше не повторились, мнение экспертов, а также в каком состоянии дачи сейчас. Смотрите в итоговом выпуске «Часа новостей». Наши корреспонденты готовят большой материал об этом. И к другим темам о МИЧИ стали получать фейковые сообщения о том, что пенсии скоро начнут выплачивать только в цифровых рублях вместо привычного формата. И чтобы отказаться от этого, нужно написать заявление и отнести его в социальный фонд. В Банке России эту информацию опровергли. Сейчас действительно продолжается тестирование цифровых рублей, но доступ к ним есть у ограниченного круга людей. Нововведение не касается пенсионеров. Добавлю, что массовое внедрение нового способа получения выплат станет возможным во второй половине следующего года. Люди сами будут решать, пользоваться ими или нет. Это будет их добровольное решение. Если кто-то не захочет, просто не будет открывать себе счет цифрового рубля. Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения. На почте наличными, на карту безналичными или на свой счет цифрового рубля. Новая мера поддержки семьям бойцов ИСВО будут выплачивать компенсации за летний отдых и оздоровление детей. В соответствии с поручением губернатора Виталия Хаценко, родителям будет возмещаться часть стоимости путевки в детские палаточные лагеря, которые работают в 25 районах Омской области. Размер выплат варьируется до 20 тысяч рублей. Документы необходимо предоставить в дирекцию по оздоровлению до 15 ноября текущего года. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии по номеру 24-47-55. Хотели как лучше приют для бездомных псов. Жители одной из омских многоэтажек обустроили в подъезде собственного дома. И это некоторых жильцов, мягко говоря, не устраивает. Антисанитария и запах еще полбеды. Люди боятся агрессии питомцев. Допустимо ли такое соседство? Ситуацией разбиралась Ангелина Рунова. Вот сразу открываешь дверь и лежит эта псина. Тот случай, когда эмоции берут верх. Сергей Гайдар уже целый год вынужден ругаться с соседями из-за собак, которые оккупировали подъезд. Вонь, антисанитария. Ну а почему это должно, в кавычках, удовольствие, отражаться на жильцах? Маня облюбовала палисадника, а Джек с комфортом расположился в тамбуре. И так уже несколько лет. Вот только проблема в том, что постоянный лай не дает спать соседям. А блохи якобы норовят перепрыгнуть с бродяг на жильцов. Кроме того, хвостатые оккупанты, уверен мужчина, угроза не только для клумб, но и для детей. Вот такую полосу препятствий местным жителям приходится преодолевать день ото дня, чтобы добраться до своих квартир. Относительно просторная площадка превратилась в узкую тропу. С одной стороны велосипеды и детские коляски, а с другой крупный барбос. Он занимает практически треть территории. И, как опасаются амичи, теоретически может куснуть, если ненароком наступишь ему на лапу. Впрочем, старожилы с претензиями нового соседа категорически не согласны. Я за. Очень хорошая собачка. Мы за ней смотрим. Он где-то жил, видно, в помещении. Где-то с 16-го года я точно не сижу, собачку эту вижу. Дети с ним играют, всё хорошо. И что запах, тоже хорошо, конечно. Меня не устраивало и не будет устраивать. Чтобы уладить разногласия, местные жители соорудили для хвостатых соседей просторные будки. Территория вся убрана, грязи нет. Никакой не нашли мужчину, который сколотил будку. Есть волонтёры с друга, которые приезжают, проверяют, привозили сено на зиму именно. Но одна из собак настолько полюбила подъезд, что не торопится переезжать в новое жильё. Однако юристы уверены, лестница ни для кого. Без исключений, ни место для жительства. Нельзя содержать собак как на территории квартирного дома, так и непосредственно на самом доме. Так как здесь идёт нарушение не только правил пользования на квартирных домах и места, которые для этого не предназначены, но ещё нарушаются требования санитарных норм, которые могут привести к загрязнению и распространению инфекции. В случае несоблюдения закона собственники могут обратиться в надзорные органы, госжилинспекцию и Роспотребнадзор. А если понадобится, то и в суд. Но конфликт можно решить и мирным путём, если Джек начнёт ночевать в уютной будке. Ангелина Рунова, Сергей Ленвебер, 12 канал. 37 жителей Устишима получили выплаты на капитальный ремонт домов, пострадавших от весеннего паводка. Суммы рассчитываются индивидуально по норме 7 тысяч рублей за квадратный метр. И приём заявлений от жителей ведётся непрерывно. Кроме того, единовременную выплату уже перечислили свыше 10 тысячам человек, а компенсации по частичной и полной утрате имущества получили 865 пострадавших от наводнения. Работа продолжается. Любители самокатов предлагают наказывать строже за неправильную парковку. Сумма может достигнуть 5 тысяч рублей. Это в 10 раз больше действующего штрафа. Предложение рассмотрели в Государственной Думе. Для безопасности организуют и стоянки для электросамокатов, соответственно, и специальный знак для парковки. Напомню, максимальная скорость движения электротранспорта не должна превышать 25 км в час. Передвигаться на самокате можно лишь одному человеку. И одно из важных правил – запрещено кататься с детьми-дошкольниками без установки специального детского сидения или подножки. Картины с глубоким смыслом. Микрорайон в Советском округе становится музеем под открытым небом. Над созданием муралов трудятся художники со всего мира. Амичи, в свою очередь, признаются, что арт-объекты вдохновляют их на творчество. О том, как преображается город и люди – Роман Казанцев. Когда длительная командировка – повод не только попрактиковаться в творчестве, но и выучить иностранный. Хуан из Аргентины в Омске уже четвертый день. Познакомиться с местными жителями, на удивление, помог языковой барьер. Слова «привет», «спасибо» и «всегда пожалуйста» аргентинец теперь запомнит на всю жизнь. Я просто в восторге. Это первый раз, когда я в России, первый раз, когда я в Омске. Но мне очень нравится то, что я вижу. У меня есть такая привычка, что каждый вечер, перед тем, как ложиться спать, я выхожу прогуляться, посмотреть город. А его коллега Фарид Руэда – художник из Мексики. На стене многоэтажки рисует медведя. Признается, эскиз будущей картины пришел к нему спонтанно. В итоге получилось слияние двух культур – русской и мексиканской, которые дополняют друг друга. Жители от иностранных картин в таком восторге, что омичей самих потянуло на творчество. Найдутся в сердце лучшие и теплые слова. Любите, если любится. Любовь всегда права. И пусть у вас закружится от счастья голова. Вы знаете, я чувствую, что эти картины вдохновляют людей. Люди стали больше улыбаться. Люди стали чувствовать. Международный сибирский арт-фестиваль «Омск, ты просто космос» проходит в нашем городе впервые. В планах создать более ста муралов. Кропотливая работа ведется и над главным подарком о мячам – изображению, посвященному хоккейному клубу «Авангард». На картине нарисована одна из главных достопримечательностей Омска под надежной защитой вратаря. Эскиз создавался очень долго. Было очень много комментариев, правок. Потому что мы же все спортивную амуницию где-то не ту использовали, где-то лицо не нравилось, где-то какие-то логотипы использовали. Поначалу форму, как оказалось, гостевую, которую тоже поменять попросили. В ближайшие пару дней хоккеист на фасаде многоэтажки по улице 2-я поселковая 16 уже будет готов. И каждый желающий сможет увидеть его лично. В каждой картине есть для каждого человека, который подходит, есть какой-то смысл, какой-то посыл. Каждая из них особенная, уникальная, интересная. И это искусство. Закончить работы над муралами художники планируют к середине сентября. Роман Казанцев, Павел Акохов, 12 канал. Контроль за горячим питанием в школах ведут омские активисты. Перед началом учебного года важный вопрос по организации питания в учреждениях обсудили в штабе общественной поддержки «Единой России». Участники партийных проектов «Женское движение» и «Новая школа» отметили, для того, чтобы не возникали претензии к поставщикам продуктов, необходимо точно знать, в каких школах в замене подлежит оборудование или состав бригады столовой. Для этого департамент образования, администрация учреждений и родители ежедневно проводят мониторинг в течение всего учебного года. Отметить, что во всех омских школах организация горячего питания осуществляется посредством заключенного договора на оказание данной услуги. Что касается льготных категорий, на сегодняшний день у нас детки начальной школы питаются бесплатно в рамках федеральной субсидии. Детки с ограниченными возможностями здоровья питаются бесплатно, либо получают соответствующую компенсацию дети участников СВО. Омских студентов политеха будут обучать лекторы из Индии. Специалисты зарубежья помогут будущим инженерам освоить производство высокотехнологичных станков и инструментов для промышленности. Сегодня опорный вуз региона и представители компании из Индии подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметили гости, они ценят дружественные отношения с Россией. Так, основатель компании признался, что когда только начинал работать в отрасли, зачитывался журналами технической литературы из Советского Союза. ОМГТУ в партнеры выбрали не случайно. Здесь не только готовят профессиональных инженеров, но и занимаются разработкой инструментов для промышленности. Совместная работа позволит обменяться опытом и сделать серьезный шаг к импортозамещению в отрасли станкостроения. Мы приехали в Россию, чтобы укрепить сотрудничество. Очень рады работать с Омским политехническим университетом. Немного в шоке, что вуз выпустил 100 тысяч специалистов-инженеров. Мы постараемся представить свои новые технологии, чтобы у студентов было больше опыта в обучении. Договорились с индийской стороной. Это один из ведущих представителей. 51 год представители компании на рынке производства станков как раз готов прочитать лекции нашим будущим инженерам-конструкторам, поступившим в этом году в передовую инженерную школу «Станкоинструмент тех». Как раз один из производителей станков будет читать, как изготавливаются станки, как строятся, как делаются они в Индии. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску «Часа новостей» смотрите в 19.30. Назревший вопрос. Да, может, уже давно требуют ремонта. При реконструкции моста у телецентра неудобства для горожан постараются свести к минимуму. Амичей просит поделиться своим мнением. Как организуют движения на время ремонта и какие работы выполнят строители. Надежный друг и преданный слушатель. В качестве домашних питомцев амичей все чаще заводят сурикатов. Любят на подоконнике стоять, они греются на солнышке. Ну и такие, правда, солнечные ангелы. Как уживаются экзоты в человеческой стае, расскажем в вечернем выпуске «Часа новостей». Для комфорта родителей и детей в трех омских МФЦ появились детские игровые зоны. Это крупные центры на Масленниково, Комарова и Богдана Хмельницкого. На площадке предусмотрено все самое необходимое для досуга, домик, доска для рисования и бизи-борд. Теперь, пока взрослые заняты оформлением документов, дети смогут провести свободное время за рисованием или игрой. А для тех, кто пришел с грудничками, расположено удобное кресло со столиком. Такие уголки специалисты решили организовать в рамках Года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным. Амичи смогут увидеть в небе высший пилотаж реактивного дельфина. Завтра на аэродроме в Марьяновке пройдет день авиации. В программе выступления парашютистов. Они будут выполнять прыжки с вертолетами-2 и самолетов. В небо поднимутся Як-52 и реактивный Л-29 «Дельфин». Начало в 12 часов, вход свободный. Отмечу, что сегодня малая авиация в регионе переживает второе рождение. На этой неделе, напомню, спустя почти 30 лет, было возобновлено воздушное сообщение между Омском и Устишимом. По сути, историческое событие для нашей области. Пассажирами первого рейса стала съемочная группа 12 канала. Сколько времени занимает и как проходит полет, какие возможности для местных жителей открывает запуск авиасообщения, об этом и многом другом расскажем сегодня в специальном репортаже «Омскустишим. Первый рейс» сразу после итогового выпуска «Часа новостей». Смотрите в 20.00. Городской сад в центре Омска приведут в порядок 1 сентября. Строителям необходимо уложить тротуарные зоны из гранита. Это дорожки в центре сквера и входы со стороны улицы Чукалова. В этом году завершается третий этап благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Работы на территории в границах проспекта Карла Маркса, улицы Короленко, Ленина и Бростита завершит новый подрядчик. Ранее на объекте высадили деревья и кустарники, установили бордюры, скамейки и урны, устроили ливневку и поливочный водопровод, оборудовали детский игровой комплекс и фонари. Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросснации-2024». Где и когда в Омской области пройдет забег, какие дистанции на выбор и нужна ли справка от врача для регистрации? Ответы на эти вопросы в спортивном обзоре от Алексея Дареева. Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросснации». Амичи смогут выйти на старт массового забега 21 сентября и преодолеть дистанции, рассчитанные как на новичков, так и на опытных бегунов. 400 метров, 1, 4, 6, 8 или 12 километров. «Кросснации» будет проходить в Калачинском, Полтавском, Тюкалинском, Тиврийском, Сидельниковском, Тарском, Нижнеомском, Любинском, Оконечниковском и Одесском районах. Центральной площадкой проведения «Кросснации-2024» в Омской области станет «Калачинск». Забеги стартуют в полдень. В этом году, как и в прошлом, участники могут зарегистрироваться на забег через госуслуги. Для этого в строке поиска на сайте госуслуги.ру или в приложении нужно вписать название мероприятия «Кросснации», а дальше следовать подсказкам для завершения регистрации. Для участия в мероприятии необходимо будет предоставить медицинский допуск. Во Владивостоке состоялись всероссийские соревнования по боксу среди юниоров и юниорок с 17-18 лет, посвященные памяти известного приморского боксера и капитана дальнего плавания Виктора Сахарова. Свыше 120 боксеров из 28 регионов России состязались за награды. Представительница Омской области Фиолета Маркова заняла второе место в весовой категории 63 килограмма. В упорном поединке наша спортсменка уступила более опытной сопернице из Амурской области Валерии Полиенко. В Называевске состоялся седьмой этап чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу. Медали разыгрывались в классах мотоциклов с объемом двигателя от 50 до 750 кубических сантиметров. В командном зачете первое место занял Тарский район, на втором Тюкалинске и на третьем Калачинске. Следующие этапы соревнований пройдут завтра и послезавтра. 17 августа в Кормиловке и 18 в Калачинске. Всего же лично командные областные старты по мотоспорту в этом году включают в себя 11 туров. И последнее избранный, но не волшебник. В Большевеченском зоопарке на свет появился як с интересной меткой на лбу. Амичи уже нашли сходство малыша с Гарри Поттером, персонажем со шрамом в виде молнии из одноименного произведения Джоан Роулинг. Как отмечают сотрудники зоопарка, белое пятнышко на голове яка – особая метка. В остальном малыш получился, что называется, весь в отца – кудрявый и черный. Сейчас маленький як везде следует за мамой, но иногда грациозно скачет по полянке. Увидеть малыша амичи смогут уже завтра. Есть и повод. Сельский зоопарк отметит 38-й день рождения. Праздничная программа пройдет с 10 утра до 15 часов. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 17 августа в Омске переменная облачность. Возможно осадки в ночное время плюс 13-15, днем до 28 градусов выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь, ночью до плюс 14, дневная температура до 19 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!